С виду неприметный и даже невзрачный, затесавшийся среди гор и современных построек средневековый замок Сент-Миклаш со стороны выглядит очень скромно. Здесь нет вензелей, лепнины и прочей мишуры, да она здесь и ни к чему. Без этого лишнего пафоса крепость смотрится очень гармонично и брутально, а голые стены без штукатурки придают особого шарма. Благодаря этому замок выглядит фактурно и колоритно. Сент-Миклаш в переводе с венгерского – Святой Николай. Эту крепость еще называют Чинодиевский замок. Построен он в 15 веке и задумывался именно как оборонительное сооружение. Стены у этой каменной крепости – метровой толщины, а две угловые башни служили для наблюдения за неприятелем. Но в 17 веке замок был сильно поврежден польскими войсками и, когда его отстроили, утратил свое первоначальное назначение неприступной крепости. За шесть веков у Сент-Миклаша сменилось много хозяев – бароны, графы, князья. Менялось и его целевое назначение. Эти стены повидали многое. Чего здесь только не было. Например, во время Второй мировой войны немцы сделали в замке тюрьму. А с 1944 года, во времена советской власти, замок был то сельсоветом, то управлением лесного хозяйства, то воинской частью и даже входил в состав расположенной рядом автобазы. А во дворе был гаражный кооператив и даже свалка. В 2001 году замок взял в аренду местный художник Иосиф Бартыш и вместе с супругой Татьяной и единомышленниками фактически спас его от разрушения. Первый этаж, а это большой зал и несколько комнат, уже отреставрирован. Здесь выставлены экспозиции кельтской и скифской культур, а еще висят портреты всех владельцев замка. С порога чувствуется, что замок в надежных руках, в руках художник. В реставрации прослеживается творческий подход. Люстры здесь вообще как отдельный вид искусства. Второй этаж по планировке схож с первым. Но его не реставрировали, а законсервировали. Убрали мусор, а стены и потолок укрепили. Поэтому здесь стоят такие подпорки. По щелям между оконными рамами и трещинам в стенах и потолке видно, в каком плачевном состоянии изначально была крепость. А еще можно увидеть срез архитектуры разных периодов. Здесь и многовековая каменная кладка, и советские панели, выкрашенные в ядовито-синий цвет. Сводчатые потолки, камин, будто замок в миниатюре с такими же угловыми башнями, потайные комнаты, тайные переходы в виде двойных стен. Кажется, в этих витиеватых лабиринтах коридоров можно заблудиться. Архитектура крепости просто завораживает. Вот это планировочка. Почему сейчас так не строят, а строят каким-то квадратно-гнездовым способом? В свое время в замке из подвала на чердак даже ходил лифт, но он не сохранился. В замке много зеркал, на вид они очень старые, и я лично побоялась в них смотреть, мало ли что или тем более кого в них можно разглядеть. Говорят, во время реставрации в 1839 году в одной из стен замка обнаружили замурованный человеческий скелет. По одной из версий, в Средневековье существовал обычай – после построения крепости замуровать в ее стену живого человека. Мол, это значительно улучшит обороноспособность сооружения. Поэтому не удивлюсь, если ночами здесь разгуливает призрак. Мол, это значительно улучшит обороноспособность. Вообще, здесь царит атмосфера рыцарства. Ощущение, если прислушаться, то услышишь лязг оружия и бряканье доспехов. На территории и правда проводят исторические реконструкции, есть конные прогулки по парку и организовывают всевозможные художественные мероприятия. А еще можно попасть на ночную экскурсию по замку, но это уже как-нибудь в другой раз.